Зародилась Мы не смогли пройти мимо того, кто перевернул всю историю. Свернута монархия, зверски убита царская семья. Уничтожение начинается в самые первые дни революции. Красные агитаторы подбивают крестьян и рабочих убивать не только своих бывших господ, хозяев фабрик и земель, но и священников. Тех самых, кто крестил и венчал их и их детей. И обычные люди становятся душегубами, готовыми на все. Но тогда, в первые революционные годы, убийства носили стихийный характер. На поток они были поставлены в 30-х. Апофеозом стал 1937 год. С России кончено. На последях ее мы прогалдели, проболтали, пролузгали, пропили, проплевали, замызгали на грязных площадях, распродали на улицах. Не надо ли кому земли? Республик да свобод, гражданских прав. И родину народ сам выволок на гноище, как падает. О Господи, разверзни, расточи, пошли на нас огонь, язвы и бичи, германцы в западе, монгол с востока. Отдай нас в рабство вновь и навсегда, чтоб искупить смиренно и глубоко Иудин грех. Да страшная света. Сегодня мы празднуем 92-ю годовщину со дня создания Российской пионерской организации и 90-ю годовщину со дня присвоения пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Товарищ председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации. Отряды построены. Дорогие друзья, мои юные, юные друзья и товарищи, поздравляю вас с юбилеем Пионерии. У древних стен Московского Кремля, пред мавзолеем, где лежит великий Ленин, с улыбкой, глядя на ликующий народ, с трибуны мавзолея каждый год приветливо махал рукой товарищ Сталин. Мы пройдем с почтур и дым, стоит небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Пусть каждый старый Пионерский ориентиром на пути. Пусть будет взгляд, упорный, тем, что у нас не есть. Приготовьте оружие. Целится в сердце. Встаньте все в ряд. Где? Здесь, в ряд. Ввиду того, что ваши родственники в Европе продолжают наступать на Советскую Россию, Уралсовет постановил вас расстрелять. Что-что? А-а-а! Взрыв! А-а-а! Взрыв! 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 Восемнадцатый год, год столетия биения царской семьи, мы должны все осознать и покаяться за то, что произошло, за ту трагедию, которая произошла при попустительстве русского народа. Братья, прихожие святого храма сего, и все православное и благочестивое казачество, допоминет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и пресно, в веки веков. Конечно, казачество пытается нащупать, найти свой путь, почувствовать его сердце и сформулировать ту программу, потому что программа должна быть. Казачество – это общественная организация. Для правовой системы надо программу. Программа есть, тезис такой короткий. Православное казачество может и должно считать своей идеологией, сверхзадачей, программой, национальной идеей, созиданием в соработничестве с Церковью Христовой нашего государства российского, нашей Святой Руси. Можно созидать другое государство, не Святую Русь. Казаки не будут созидать не Святую Русь, только Святую Русь. Юбилейным знаком 200 лет конвоя награждается вахтанство конвоя Пивник Илья Иосифович. Люба! Люба! Юбилейным знаком 200 лет собственного конвоя его императорского величества награждается Аховенко Александр Сергеевич. Люба! Люба! Юбилейным знаком 200 лет конвоя его императорского величества награждается Аховенко Александр Сергеевич. Люба! 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 Передозначена ей историей. Монархические воззрения ряда учёных, они имеют место, многие монархии Европы, Азии успешно существуют, и им никак не мешают, а более того, укрепляют государственный строй. Свою историческую память нельзя идеализировать, но и оглуплять её тоже совершенно не следует. Это никакой положительной пользы не несет ни нам, взрослым людям, ни молодежи, в умах которых уже, наверное, путаница от различных учебников по истории нашего государства. Казачество от России неотделимо, и, безусловно, мы надеемся, что наши исследования несколько помогут воссоздать историю и важность этого явления. Жизнь в Российской Федерации очень тяжелая. Все мы испытываем во многом экономическую нужду. Ситуация действительно тяжелая, но, кроме того, против нас развязана очень серьезная информационная война. Если мы внимательно послушаем СМИ или выступления некоторых общественных деятелей, политиков, то мы можем услышать следующее, что нам здесь всем не место. Россия должна стать либо частью Китая, либо филиалом Соединенных Штатов Америки, либо вообще распасться и исчезнуть с мировой геополитической и исторической сцены. Мы казаки, мы всегда стояли на страже духовной безопасности России. И мы говорим, что этого не будет, пока мы здесь, пока мы здесь на территории курортного района, пока мы на территории Северо-Запада, пока мы на территории России. Россия будет, была и есть великой державой. И наши противники всегда будут считаться с этим. И казачество всегда будет выступать как единая, целостная, железная организация. Мы приложим все усилия, чтобы наша страна осталась великой державой, и чтобы наши ценности и все наши духовные патриотические ценности были значимы для нашего народа. Мы на конников садились, и в атаку понесались, тут все радости открыли. Бешу до турка добрались, горями слава трубой по всей области Донской. И как казаки турок, а не щадя своих голов, а как казаки турок, Бешу до турка добрались, горями слава трубой по всей области Донской. Боже, сверхживимые, бодросы, победы, с нами и обосящие. Смирь, о Дедителю смерти, вот и я, О, Санавычный, благословен, гряды моих, Рогоспольные. О, сие воскресенье, прежнюю и страсти уберяя, Бесмертный, божьи мне сила, заяц пресняет. Не благополучно начайте, неспешно, кроме всякого припятия, Во славу скончайте, с силой и действием, благодатью Пресвятого Духа, Господу помолимся. Господи помилуй. Я ежескруждаю себя делателем, благопоспешным, Со всяким довольством, силой и действием, благодатью Пресвятого Духа, Господу помолимся. Сердце человека является полем битвы между Богом и дьяволом. Становясь членом церкви, человек вступает в эту битву, Становится воином Христовым и бросает вызов дьяволу и всем силам зла. Поэтому священник поворачивает новобранца лицом к западу, Стороне духовной тьмы, и трижды спрашивает, Отрекается ли он от сатаны? Отрицаешь ли сатаны? И всех делу го, и всех ангелу го, и всего служения го, и все гордыни го? Отрицаю. По призыву священника и дуни, и плюни на него, Принимающий крещение дует и символически плюет в сторону запада, Что означает это древнее действие, Иной раз вызывающее улыбку у тех, кто присутствует при крещении. Ничто иное, как вызов, который христианин бросает всем силам тьмы. Он как бы говорит дьяволу, Я не боюсь тебя, я презираю тебя, потому что со мною Бог. А где Бог, там не страшна никакая злая сила. Отныне злой дух не может больше вредить человеку, Если только сам человек не откроет ему доступ в свое сердце Через обращение к магии или через совершение тяжких грехов. Это вы уже делали, либо делали за вас ваши крестные, когда воскрестили. Почему мы это сделали сейчас? Потому что мы были пионерами, были комсомольцами. Мы даже этого не помним, но мы приносили эти клятвы. Клялись той идеологии, которая шаг за шагом приводила нас к атеизму. В октябре-то пионеры, комсомольцы, мы не приносили покаяния за это. Мы забыли, как дети. А если даже и это было, то лишний раз плюнуть, удунуть и отречься от лукавого. Это никогда не лишнее, от него всегда надо отрекаться. И мы это решили сделать, потому что было время и место. Мы приехали на торжество, на юбилей нашей казачьей семьи. Оказались в нужное время, в нужном месте. И мы решили, что перед тем, как идти на круг, мы должны это сделать. Проходя мимо того места, где поклоняются все заблудшие, мимо мавзолея, мне сразу вспомнились слова, которые священник повторяет. И за ним повторяют новокрещаемые. Это формула отречения от сатаны. Перед тем, как новокрещаемый будет давать обет перед Господом, он должен вначале отречься от сатаны, от огорода человеческого. Там есть такие слова. Отрицаешься от сатаны, всех ангелов, всех служения и всех сил, отрицаешься 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 отрицаешь ПЕСНЯ Для нас оказалась поездка промыслительная и знаковая, потому что наши конвойцы, пивник Илья и Тимофей, его сын, они формы конвоя памяти Государя Императора Николая II стояли на сцене с хрубием, с изображением Государя Императора и Царевича Алексея. Конечно же, они были замечены всеми. И после круга к нам подошли казаки с Новохоперска. Сказали, что им любо то, что мы возрождаем память Государя Императора Николая II, они сказали, что они с нами единого духа, они так же, как и мы верно подданные Государю Императора. Тем более, что они этим уже занимаются. И хотели бы взять у нас преемство. Мы являемся почитателями царской семьи, царских мучеников, срастотерцев. И вот Господь таким чудесным образом все это обустроил, что мы приложили знамя нашей станицы на место, полито царской кровью, значит, иконы. Это для нас очень важно. Ну, по всей видимости, Государь сам своих верноподданных приводит к себе. Казаки Хоперского полка состояли в личном конвой Императора Николая II. И для нас, монархистов-почитателей царской семьи, это, конечно, мы принимаем с благодарностью. Они приехали, и 30 августа состоялся сход, где это преемство было им передано. Поскольку у нас уже создана общественная организация конвой памяти, конвой святого царя Стастотерцева, государя Императора Николая II, в зарегистрированном Минюсте, это преемство было им передано. И передан Хоругви, так как Дим Хоругви у нас лежал в сейфе, ждал своего часа. Мы подарили этот Хоругви, передали икону, вручили и знаки юбилейные, и медали, которые уже были учреждены конвоем. Медали 400-летия Дома Романовых и медали 100-летия начала Первой мировой войны, там, где Государь Император был главнокомандующим. Тоже передали эти медали, много полиграфической продукции, журналов. Что мы будем делать дальше? Господь нам в сердце вложит то, что нам нужно делать. Мы будем смотреть по сторонам, что происходит, и отвечать интересам времени и территории. На нас, на казаков, возложена большая ответственность и обязанность. Казачество все громче и громче заявляет о себе в нашем государстве российском. И святейший патриарх Кирилл в одном из своих обращений сказал, что казачество – это та часть нашего общества, которая в большей степени сохранила общинное начало и национальное самосознание. Общинное начало – это та основа, что у нас есть. Потому что казаки лучше другие знают, что вместе мы сила, порость, мы добыча для врага. И наша сегодня, наша национальная идея, наша сверхзадача, наша программа, если так сказать, это созидание в соработничестве Церковью Христовой, нашего государства российского, нашей Святой Руси. И у нас есть для этого все. У нас есть с вами православная вера, у нас есть воинский дух, и у нас есть наша большая казачья семья, союз казаков России. Я всегда люблю повторять такие слова, что казачество – это то горчичное семя, которое на благодатной почве Церкви Христовой дает плоды востократ. И эти плоды мы видим сегодня. Это та большая семья, которая торжествует, празднует сегодня великий юбилей – 25 лет Союза Казаков России. Люба православному казачеству! Слава Богу! Слава Богу! Люба! Слава Богу, что мы казаки! Да хранит нас Бог и Пресвятая Богородица! Божье вам благословение на все праведные и добрые дела! Мы сейчас находимся на стадии такого перехода к новому смыслу жизни. В сентябре был крестный ход в Петербурге. 100 тысяч человек. Причем я вот сейчас получил социологический опрос, который мы проводили, наш центр в Петербурге, во время крестного хода. Прочитал этот материал. Оповещения практически не было. Это только сарафанное радио. Один другому сказал. Третий, четвертый. Публикации было мало. Из интернета узнавало только 8% участников из 100-тысячного хода. Многие присоединились по ходу. Почему? Потому что радостное событие. Потому что хорошее событие. Потому что идут красивые люди. Потому что очень хороший лозунг веры, отечество. Вот люди это называют. То есть в обществе, несмотря на зигзаги, несмотря на колебания, какие-то провалы, во-первых, растет религиозность. Она все равно растет. Что бы мы ни говорили, растет. Она может какой-то перед маленький спад, опять вперед. Радикальное меньшинство, которое традиционно концентрируется, и вы знаете, практически во всех странах, в средствах массовой информации. Вот как-то их туда затягивает. Они понимают роль средств массовой информации. Это радикальное меньшинство. Они, конечно, пытаются, влияют, сбивают некоторых неустойчивых людей с правильной позиции, но они не отражают настроение большинства нашего населения. Сейчас у людей после 70 с лишним лет советской власти, десятилетия 90-х годов, начала 2000-х, уже все сложилось, все понимание, что эти пути-то пройдены. Ну, чего там, ну, кто-то призывает там молиться Иосифу Виссарионовичу, кто-то, ну, это тоже пройдено, уже все это было, уже все это прошло, а закончилось печально. Кто-то призывает, как говорят коммунисты, у нас есть программа, мы все разработали, тоже уже все это пройдено. Либералов просто не воспринимают на дух, потому что только что это пережили. И сейчас вот такой вот, не то что поиск смысла, а уже тяга к смыслу, тяга к России. У меня вот есть книга «Вернуться в Россию» называется. Вот идет возвращение в Россию, то есть нашу любимую родину, потому что мы долгое время жили не в России. Мы жили в Советском Союзе, жили какой-то вот либеральной Российской Федерации. Блуждали постоянно. Да, это вот очень хорошее слово. Мы постоянно блуждали. По каким-то тропинкам в этом лесу, сойдя с нашей прямой дороги. Может, она и не такая широкая, не такая благоустроенная, но это наша прямая дорога. Сейчас люди возвращаются, хотят вернуться в Россию, не знают еще как, почему, каким способом дойти до этой дороги, но хотят вернуться в Россию, почувствуют свое, родное. И я думаю, что вот такие явления, вот как этот крестный ход, который без особого агитации и пропаганды собрал 100 тысяч человек, я думаю, если чуть-чуть поагитировать, то соберется и 300, и 400, и 500. Без исполнения заповеди о ношении времен друг к другу ничего не получится. Никакой национальной идеи, никакого государственного и народного процветания все разлетится в молекулы и в атомы. В тот момент, когда казаки собрались у подножия памятника, а собрались казаки трех общин в Петербургской станице, конвой Ситага Царестра Статерца и Кубанской общины, то тогда, наверное, соборным разумом общины казаки приняли решение, а это поистине был казачий сход, сход в такой торжественный день, в юбилейный день, праздновать 300-летие Александра Невской лавры. И вот тут подножие памятника Ситага Благоверного Князя Александра Невской казаки принимают решение основать объединительную общину Невская Сеча, которая была бы наследницей воинской, культурной и духовной традиции нашей Святой Руси, начиная с древних времен, и покровителей этой общины, соответственно, святый и благоверный великий князь Александр Невский. Мы все русские в этой стране, да, и татары, и евреи, и русские, и кто угодно, все мы русские. Такое обобщающее понятие, такое, все говорили, США – плавильный котер. Вот плавильный котел – это мы. Вот русские – это общее название этого котла, где мы все варимся в этом котле, и возрождается цивилизация. Мы же не страна, мы же цивилизация. Мы должны это понять, нам западники это в укор ставили, что мы цивилизация, а мы должны это поднять, как наше знание. Мы цивилизация, мы объединяем, мы выше даже, чем империя, хотя мы и империя тоже. То есть мы объединяем всех людей, да, люди русские, православные, их большинство, они, конечно, у них больше ответственности. Ну, Россия же всегда жила, и наш народ всегда жил с идеальной целью. Это цель Святая Русь. Мы понимали, что мы ее не построим на земле, но она есть, это идеал, к которому мы должны стремиться. На подсознательном уровне подавляющего большинства наших людей вот это вот рождается интерес, тяга к идеалу Святой Руси. А это и есть смысл, поиск смысла жизни, поиск смысла существования нашего народа, народа России, нашего государства, нашей цивилизации. Зачем? А зачем мы вообще нужны, да? Ведь у нас есть божественная миссия быть альтернативой тому миру, альтернативой именно духовной, смысловой, сакральной. Освятите все водам, всем силою действиям, наедите в Святого Духа Господу, помолимся. Господи, помилуй. А ежес, происходите на воды, сияв, честительную присушив Троицу Действу, Господу, помолимся. Господи, помилуй. А ежес, сокрушитесь о сатане, под ногами нашими вскоре, и разоритесь всякому совету, лукавому движенному, и Господу, помолимся. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы делаем свое дело. Наша казачья община, конвой памяти Государя Императора Николатора. Мы установили в центре города, на здании библиотеки, поклонный царский крест, где на граните выбита царская семья. И многие другие наши духовные начинания, общественные организации, эти общины, которые составили ядро нашего духовного содержания. У нас сейчас и на фасаде здания появилась вывеска Библиотека памяти Государя Императора Николатора. Наверное, она первая в России Библиотека памяти, в которой 19 тысяч единиц хранения на сегодняшний день. Вывеска в центре города, Библиотека памяти. Но когда задают вопрос, куда вы идете, я люблю говорить, мы идем на свет Божий. Мы ему идем навстречу, он нас просвещает. Я также хотел бы наградить эту медалью, которая является историческим артефактом, то есть страшной трагедией, наследие, которое мы чувствуем и сейчас. И на этой медали, на обратной стороне, выигрывали такие слова. Благодарные потомки Казакиневской сечи на молитвенную память о погибших воинах русской императорской армии в Первую мировую войну. И мы хотели бы наградить отца Геннадия Белоолова, верноподзанного государя Императора Николая II. Спасибо, господи, господи. Андрида Гаврила Каневиченко награждается медалью на молитвенную память о погибших воинах русской императорской армии в Первую мировую войну. Атаман отдела Крамарев Аркадий Григорьевич. Служу России и казахстей. Юра! 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 Это памятные знаки, которые были выпущены в честь столетия этого великого дела. Это памятный знак в честь столетия. Дорогой Владыка, разрешите по вашему представению и по усердному печенью архипадрита Гавриила, это настоятель Храма Технической Конной Божией Матери Боргой Сестерецкой. Он является учредителем Невской Сечи. Примите, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 В 1944 году последствия уходят из Тихина, они отступаются, уносят в чуточеотворный образ Тихинской иконы Божьей Матери. Они увозят в Псков, а потом в Риг. С Риги, правящий на то время архиерей, уносит икону через Западную Европу в Америку. Но он завещает своему приемному сыну, что когда в России будет благоприятная обстановка, когда будет восстановлено Тихинский монастырь, икону передать в Россию. Ее сын, протерей Сергий Гарклавс, в 2004 году передает икону в Россию. Это были грандиозные торжества в нашем государстве российском. И Господь сподобил тогда и батюшка Сергий Коломеец тогда меня позвал в Александровневскую лавру, где была святыня. И в этот день, в этот день я попросил батюшку, мы освещали закладной камень нашего храма. Именно в тот день. А через несколько дней мы поехали в Тихинск сопровождать икону Тихинский Богородичный Успенский монастырь. И вот то событие, встречу Тихинской иконы Второй обретения, такие были духовные впечатления, что с соборным разумом и духом святым нашей общины и рукой иконописицы, казачки и лесоветы была написана икона Второй обретения Тихинской, на которой изображена Церковь Небесная и Церковь Земная. Три иконы были написаны. Одна подарена Отцу Сергию, значит, одна митрополиту Владимиру, а одна архиепископу, на тот момент Тихинскому Константину, ректору духовной школы. И вот 25 июня этого года произошло очередное чудо. Ну, то чудо, что храм есть за эти годы, построен храм нашими с вами трудами и нашими с вами молитвами. И вот 25 июня я находился на Тривозайной площади, там беседовал с товарищем, ко мне подходит наш сестра Ичаян, говорит, ты не хочешь поздороваться с отцом Сергием? Я думаю, что это наш батюшка. Я говорю, а где он? Там у меня уже есть. Я подхожу, Христос пусти нас будет и есть и будет. Смотрю, это отец Сергий Гарклавский. Говорю, батюшка, тут же храм, который как раз был заложен тогда, когда возвращались святыни. И батюшка приезжает и приходит сразу в наш храм и мы ему дарим вот такую икону, которую наши казаки пронесли многими крестными ходами. Говорю, батюшка, вот и вы на иконе. Он мне дарит свою книгу, открывает в этой книге эта икона. Вот такое чудо, дорогие братья и сестры, произошло. И в 2004 год по 37-й класс привез икону, а в этом году перед 10-м престольным праздником, который сегодня мы празднуем, он посетил наш храм и мы ему подарили икону и рыбачку. Ну, наверное, для монастыря. Он говорит, нет, я икону свою келью отнесу. Дорогой отец-настоятель, дорогие отцы, дорогие прихожане, жители нашего города Сестровецка, да и района, может быть, тут кто-то есть. Дорогие воины царского конвоя, казаки, желаю всем счастья, здоровья и самое главное любви. Любим друг к другу, чтобы из этого храма она вот таки вот кольцами расходилась по всему нашему городу, Сестровецку, по всему району и по всей нашей земле. С праздником! Спасибо! Поздравляю вас с юбилеем десятилетия нашего храма. Я люблю коротко говорить. Я рад, что я вот такое семя посеял, для вот оно выяснилось. Мне не стыдно. Хочется закончить с такими словами из песни, которую сочинили наши казаки. Возродись же, Русь святая, да покайся за царя, на коленях умоляя, пусть Господь простит тебя. Прочти нам священник псалом боевой и силой уданною свыше. Благослови нас на битву со тьмой, чтоб каждый молился и слышал, как дышит под толщею снега глухарь, как плещет в замрежах улов. Как в колокол благовествует звонарь и был для присяги готов. Мы ведаем сроки и правим мечи и в чистых младенческих лицах провидим победу в кромешной ночи, и смерти никто не боится. Весь мир поднимается за сатаной, на Русь для последней облавы, но верим, что царь поведет нас на бой с оружием чести и славы. Прочти нам священник псалом боевой и силою данною Богом, благослови нас на битву за тьмой державным пророческим слоган. В истории России преемство живого опыта и казачьих традиций было прервано. Этеистическая власть предприняла значительные усилия по расказачиванию. Слово казак не вычеркивалось, но в понятие казак пытались вложить совершенно иное идеологическое содержание. Казак всегда мыслил себя вольным человеком. Но понимание свободы в православном казачестве носило глубоко христианский смысл. Она воспринималась не как вседозволенность, не что хочу, то и ворочу, а как добровольное, самоотверженное служение Богу, Отечеству, Церкви Христовой, подчинение казацкой дисциплине. Хотел бы особо подчеркнуть, определяющей характеристикой казака является именно его внутренний мир. Ни штаны с лампасами и хромовые сапоги, ни шашки и нагайки, ни какая-то другая внешняя атрибутика, как я сегодня уже сказал после литургии, но подлинно христианское мировоззрение, христианское понимание своего долга и своего служения. Вера вот основа жизни казачества. Если это нет, не так, если у казака нет полноценной церковной жизни, если нет участия в таинствах, ежедневной молитвы, христианского образа жизни, то такой человек лишь ряженый. Он носит казачьи одежды, но душой остается далек от того, чтобы называться казаком. Казачество призвано быть авангардом православного воинства. И осознание столь высокой ответственности должно придавать вам силы и мужество, чтобы с достоинством нести свое непростое служение. Повторяю, православие это образ жизни для казака, и по-другому быть не может. В ночном саду прозрачно и светло стоит наш мирный дом, проходит ангел белое крыло, мелькает с окном. Пещере росли кушает огнёс, в яслях лежит Христос, ослёнок носом тянется к нему, звезда глядит возьмут. Мария держит сына на руках, Иосиф греет чай, вот ангел им сказал апостол как, сейчас приду встречай. пещере пещере росли кушает огнёс, в яслях лежит Христос, ослёнок носом тянется к нему, звезда глядит во тьму. христос, полковы тары свои ему несут, за ними важно вслед, верблюды длинно ноги ей идут, звезда им дарит свет. В пещере ослик кушает орёс, в яслях лежит Христос, ослёнок носом тянется к нему, звезда глядит во тьму. Ослёнок носом тянется к нему, звезда глядит во тьму. Стало доброй традицией, когда вы приезжаете к нам, как друзья прихода, в эти радостные рождественские дни, и приносите, как и все, в эти дни приносят, если я младенца Христа, свои дары. И нас радует ваше песнопение, радует та радость рождественская, которую вы приносите нам, радость той эфлеемской звезды, которая для нас спасительна. И я желаю вам, чтобы родившийся младенец Христос укрепил вас на дальнейшее служение, даровал вам духовную крепость, телесное здравие и силой на дальнейшее созидание Божьих дел на благо Церкви Христовой и нашего государства российского. С праздником! Овщина наша почитает государя императора Николая Второго и его гостейшую семью с этих царственных мучеников. И мы решили наградить елочку гирляндами, где на этих гирляндах изображены все особо царского дома Романовых. Когда мы нарядили елку и в дни рождественских святок приехала женщина и говорит, а вы знаете, точно такую же елку также нарядила государя императрица Александра Федоровна. То есть вот такие вот в рамочке изображения того события, когда это было в 2013 году, год, 400-летие дома Романовых, ну вот тоже на память такие дары. Спасибо. Юбилейные награды, которые учредила наша казачья община, что здесь государь уже прославлен, он с неба. То есть мы точно повторили ту медаль, а сзади на медали память 400-летия дома Романовых и название нашей организации конвой памяти. Медалью, юбилейной медалью 400-летия дома Романовых награждается протеат Дьякон Андреев. Спасибо. Аксиос. Аксиос, 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 Дети принесли к младенцам, если у младенца Христа свои дарить, вот он отличается в этом году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok